Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире студенческое ток-шоу. И тема, которую мы сегодня будем обсуждать – студенческая журналистика, дилетанты или профессионалы. Сегодня у нас в студии присутствуют студенты из более чем 20 вузов России, а также эксперты, которых мне хотелось бы представить. Спикеры – Юрий Прокопьевич Алаев, советник при ректорате Казанского федерального университета. Наталья Пашенцева, главный редактор интернет-журнала Высшей школы экономики «The Вышка», город Москва. И Артем Трегубенко, руководитель медиапроекта Казанского федерального университета. Эксперты в нашей сегодняшней студии. Леонид Григорьевич Толчинский, директор Высшей школы журналистик и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Юлия Владимировна Виноградова, директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета. Радик Фаизович Загидуллин, начальник отдела редакции телевизионных и радиопрограмм медиа-центра Казанского федерального университета «Юнивер». Роман Петрович Баканов, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Казанского федерального университета. Диана Василова, ведущая информационного часа Татарстана на телеканале «Россия-24», корреспондент и продюсер «Вестей Татарстана». Альбина Асалгараева, ведущая программы новости Татарстана, телерадиокомпании «Татарстан. Новый век», журналист. И Иделия Ахмедшина, руководитель федерального образовательного проекта «Инфопоток» в республике Татарстан. За сегодняшнюю программу мы бы хотели обсудить три основных вопроса, которые присутствуют все-таки в студенческих СМИ. Первый вопрос звучит именно так. «Студенческие СМИ, опыт или компетенция?». Скажите, пожалуйста, уважаемые эксперты, у кого-нибудь есть мнение по данному вопросу? Артем, мы бы хотели предоставить слово вам начать наше сегодняшнее замечательное ток-шоу. Да, конечно. Всем еще здравствуйте. Я как представитель студенческого СМИ могу сказать, что студенческое СМИ и студенческому СМИ на самом деле рознь. Все редакции разные, и конкретный опыт и компетенция, которые ребята получают в рамках студенческого издания, зависит и от руководителя, и от сложившейся атмосферы. Потому что ребята, когда начинают, зачастую проходят, на мой взгляд, три стадии. Когда они не понимают и что-то делают, когда они начинают понимать и продолжают что-то делать, и когда они уже понимают и делают. Тогда уже начинается самый активный этот период и профессиональной самореализации, и приобретения опыта. Поэтому, если ребята не останавливаются на каких-то достижениях, а продолжают развиваться, то, естественно, их опыт и профессиональное мастерство растет. Потому что мое личное убеждение, что журналистика — это ремесло. Чем больше практики, чем больше желания развиваться, тем более мы живем с вами в 21 веке, когда вся информация доступна в интернете. Чем больше он считает это как профессиональную литературу, чем больше люди развиваются и передают этот опыт друг другу, стараясь быть профессионалами. Они постепенно ими становятся. Но это лично мое мнение на данный счет. Спасибо. Хорошо, спасибо. Хотелось бы услышать экспертное мнение, может быть, практикующих журналистов. Я расскажу тебе вопрос к редактору «Инклюд». Как вы думаете, насколько жизнеспособны те журналисты, которые проходят практику в студенческих СМИ? Потому что, насколько мне представляется, им потом достаточно сложно в таких СМИ, которые во взрослых, назовем их так. Потому что у студенческих СМИ очень специфика, очень узкая. И иногда очень трудно переучивать таких ребят на совсем другую методику работы. Спасибо. Как раз таки я не буду голословным. У нас есть ребята из моей редакции. Опять-таки мы сейчас не совсем студенческие. У нас есть и выпускники, и ребята, которые, в принципе, уже приходят со стороны. Мы уже больше молодежный журнал. Но мы развивались поэтапно с студенческой газеты, института, постепенно вышли на университет и далее на республику. Суть в том, что сейчас даже ребята, которые приобретают опыт в студенческие СМИ, если они продолжают выходить на новый уровень, как студенческие СМИ, то на самом деле они становятся профессионалами. Не буду голословным, приведу пример. Возможно, слышали новое медиа Иннополиса Хайтек-ФМ. Там небольшая редакция, порядка пяти человек. И в ней работают двое ребят из Инклуда, которые также продолжают писать нам. Это выходцы из Института вычислительной математики информационных технологий. Говорить, что они не профессионалы, я думаю, нельзя, потому что, опять-таки, я слышал компетентные мнения от ребят из Известий. Например, то, что я был недавно на форуме в Санкт-Петербурге. И там как раз, как корреспондент Известий высказывался, что вот есть такой крутой СМИ, они настоящие профессионалы, там Хайтек-ФМ. И мне, конечно, было это приятно слышать. Вот. Поэтому, тем более, есть такой момент, что ребята, которые выходят не с факультета журналистики, а с других направлений, они более профессиональны в плане специализации. Они могут делать более специализированный контент. Потому что, например, Хайтек-ФМ, IT-издание. Когда ты оперируешь адекватно знаниями, там, о базе данных, о алгоритмах и прочих вещах, которым тебя учили в университете, то тебе легче в этом разобраться. Ты более компетентен и, следовательно, выпускаешь более, так скажем, профессиональный материал. Поэтому как раз-таки в данном случае, например, если работать в специализированных изданиях, то тут скорее журналистам приходится приобретать новые компетенции. Уважаемые участники, хотелось бы услышать мнение кого-то из зала. Есть ли кто может ответить на это? Просто было бы интересно очень узнать, как это происходит именно в других городах, студенческие СМИ, какова их жизнь, и, в принципе, чтобы кто-то из вас поделился этой замечательной информацией. Ну что ж, потрясающе. Тогда давайте... Вы готовите журналистов? Вы их учите там, да? Вот в ваших СМИ они учатся или как это происходит? Я немножко не в курсе. То есть вы готовите узкоспециализированных журналистов или журналистов-универсалов? Потому что сегодня в медиа и в новостях, например, где мы работаем, в основном, конечно, востребованы универсальные люди. Они должны разбираться и в хай-тек, и в медицине, и в ЖКХ, и в политике и так далее. То есть потому что сегодня они едут к бомжам за интервью, завтра они едут к каким-то силовым структурам и так далее. Как вот люди, которые у вас работают, потом смогут в это свободное плавание, универсальное? На самом деле это все зависит от специфики конкретных изданий, в которые они хотят попасть. Например, если ты работаешь в The Village, то, естественно, у тебя должны быть хорошие репортажные навыки в плане написания репортажей и хорошие, в принципе, основа, чем они занимаются, умение брать интервью. Как мы готовим? На самом деле мы готовим не только ребят, которые будут заниматься именно написанием текстов. У нас порядка восьми направлений, в которых ребята повышают компетенции в плане фотографии, дизайна, верстки, приобретают различные навыки, которые сейчас сопутствуют в медиасреде. Потому что нужно понимать, на мой взгляд, что та же журналистика, она сейчас не оторвана от тех же, например, программистов. Потому что для того, чтобы привлечь внимание молодежи из-за информационного шума, они довольно-таки плохо читают новости, сплошной текст, необходимо привносить интерактив в свои материалы. Поэтому тут как раз-таки необходимо тесное сотрудничество с дизайнерами, с программистами, с, опять-таки, руководством издания для того, чтобы понимать, чем завлечь народ. Мы как раз-таки все эти направления развиваем, практикуемся в них, думаем над новыми форматами, их реализуем. У меня в редакции порядка 90 человек. Цифра плавающая, тут уж кто-то приходит, кто-то уходит. У нас активный набор, каждый семестр происходит, это порядка 300-400 заявок. У нас пишут ребята определенные тестовые задания. Если мы слаем им правки, если они продолжают поправить свои тексты и показывают, что им это интересно, и они готовы работать, то тогда, как правило, они остаются в редакции и совершенствуют свои навыки. Я надеюсь, ответил на ваши вопросы. То есть вы готовите не только журналистов-журналистов, но журналистов-юристов, журналистов-программистов, журналистов-экономистов и так далее, да? Да, потому что... 90 человек — это очень много, я вам скажу, вам очень повезло. Ни в одной редакции, наверное, чем эти занимаются вообще? Где они? Просто вы должны понимать, что в редакции, в студенческой редакции, ребята не могут уделять 100% времени работе, потому что они еще учатся, они еще где-то могут подрабатывать. Поэтому есть, естественно, костяк ребят, которые занимаются наиболее активно. Это, как правило, 20-25%, в общем, по принципу Паретта 80 на 20. Вот. Но как раз-таки остальная часть, она пишет либо периодически, либо занимается. У нас есть отдел корректуры, есть отдел фото, который тоже довольно-таки масштабен. Есть отдел дизайна, о котором я уже говорил. Есть отдел пиар и рекламы. Ребят, которые придумывают различные оффлайн-эвенты и тоже развиваются в этом направлении. Потому что, на самом деле, в университете огромное количество ребят, которые желают стать профессионалами, у которых для этого есть определенные возможности, как в рамках университета, получать определенную теоретическую информацию, и потом уже в рамках редакции как-то транслировать свои уже достижения в плане практики. Вот. Я тоже продолжу. 90 человек, мне тоже очень зацепила эта цифра, на самом деле. Вы нам привели пример, что 5 человек у вас ушли в хай-тек, а может, еще есть какие-то достижения, и почему вы их не отправляете на телевидение? У меня очень большой вопрос. Отправляйте их нам. Нам они нужны. 90 человек — это огромная редакция. На телевидение, потому что у нас как раз-таки пока что мы только ищем себя в направлении видео. А сколько вам лет сейчас издание в своем? Смотря со скольки читать. Потому что сама газета была создана в 2006 году, но вот этот активный период начался только с 2013 года. В том плане, что с 2006 до 2013 года это была простая бумажная газета, которая печаталась на обычном принтере в черно-белом формате и распространялась там между группами студентов. В общем, очень узкая аудитория и совершенно непрофессиональный контент. И только с 2013 года мы постепенно начали развивать этот проект, выходить с каждым разом на новый уровень при поддержке Департамента молодежной политики, с которым мы как раз-таки сотрудничали. И постепенно решили, что нам уже тесно только в университете. Потому что для того, чтобы формировать действительно адекватное портфолио, чтобы ребята приобретали какие-то интересные кейсы у себя, то необходимо все-таки писать уже, так скажем, на взрослые темы. Не зацикливаться только на университете, но и работать уже на внешнюю аудиторию. Поэтому, если, например, вы зайдете на наши ресурсы в ВКонтакте, например, на наш сайт, то увидите, что информации конкретно об университете там практически нет. Ее мало, она встречается, потому что мы очень часто делаем интервью с различными ребятами, которые достигли успеха, которые являются выпускниками Казанского федерального университета. Но мы также демонстрируем, что мы работаем на внешнюю аудиторию и стараемся быть в этом плане интересным не только студентам Казанского федерального университета. Видеонаправление мы, опять-таки, планируем развивать, но пока что оно у нас в таком зачаточном состоянии. Но как раз-таки многие редакции «Казанские» знают. Я об этом знаю точно, потому что с периодичностью, наверное, два раза в месяц мне минимум поступает вопрос, кого можешь посоветовать для того, чтобы нам нужны корреспонденты. Большое спасибо, Артем. Хотелось бы услышать опыт наших коллег из города Москвы. Наталья, пожалуйста, каково именно происходит у вас сотрудничество между журналистами в вашей редакции? Да, спасибо большое за возможность высказаться. Я бы хотела в первую очередь, наверное, сказать о том, что студенческая СМИ и члены его редакции не могут называть себя профессионалами. И да, это люди, которые пытаются найти себя, а не пробуют себя. Студенческая СМИ — это некая платформа, где ты можешь заявить о себе, не бояться ошибиться, потому что когда ты приходишь в другое издание, ты в первую очередь становишься членом его редакции, и ты отвечаешь не только за свое личное имя как журналиста, но и за репутацию всей редакции. И если ты ошибешься, то пострадаешь не только ты, но и твои коллеги. Здесь же все несколько иначе, потому что мы, допустим, смотрим текст, который выпущен в крупном СМИ, и понимаем, что мы видим какие-то ошибки, мы можем к нему придраться, сказать, боже, вы люди профессионалы, вы получаете за это деньги. Да, все мы можем ошибаться, но все-таки вы более компетентны, нежели студенты. Мы можем открыть текст студента и посмотреть на какие-то ошибки, а здесь к нему несколько иначе. Второй поинт. Почему студенческая СМИ и его сотрудники не могут считаться профессионалами? Да, как уже сказал Артем, мы не уделяем очень много времени своему делу, потому что мы учимся, мы стараемся писать, у нас есть какая-то еще дополнительная жизнь, возможно, у кого-то есть какие-то хобби и так далее. А чтобы быть профессионалом, с большой буквы профессионалом, ты должен быть максимально погружен в свое дело, ты должен 90% времени отводить именно ему, причем развиваться в абсолютно разных его сферах, ты должен практиковаться. А профессионал — это практик, который в первую очередь имеет как положительный, так и огромный отрицательный опыт, когда он очень много раз ошибался и наступал на одни и те же грабли. А когда ты студент, тебя требуют все-таки несколько меньше. Поэтому студенческая СМИ, студенческая редакция — это некая площадка, где ты можешь проявить себя, попробовать себя и потом уже принять решение, мое это или нет. Но все-таки называть себя профессионалами, я думаю, это очень громко. Спасибо. Спасибо. Стоит ли заявлять все-таки студенческие СМИ именно как СМИ, если вы говорите о том, что это лишь площадка, где люди могут себя попробовать, но не более того. Есть ли у них, допустим, жизнь дальше? То есть здесь сказали очень важную вещь про опыт, который должен нарабатываться в процессе подготовки материалов именно в момент студенчества. Так, есть ли смысл практиковаться только на время учебы, либо дальше уходить куда-то после непосредственно своей учебы? Конечно, есть смысл практиковаться. Почему нет? И, наверное, второй вопрос. А что мы называем СМИ? Если мы называем СМИ, это только зарегистрированные издания и так далее, то вообще в России довольно-таки, ну, очень многие под вопросом, особенно интернет-издания, потому что не все они зарегистрированы официально и находятся в перечне с массовой информацией. Если же мы, опять же, говорим это о студенческом СМИ как о площадке для практики, то да, безусловно, мы должны это делать, потому что мы можем пробовать разные форматы, мы можем не обращать внимания на то, чем занимаются многие. И мы можем пробовать что-то новое и не бояться ошибиться, потому что мы, по сути, несем ответственность, наверное, в первую очередь только перед самим собой. Но вы ведь выпускаете материалы для кого-то, следовательно, люди, прочитавшие данный какой-то материал, если найдут в нем какие-то ошибки, то есть ответственность лежит не только перед самим собой, но и перед, грубо говоря, редакцией, потому что если ваш журналист будет, ну, издаст, так скажем, не совсем грамотный материал, который где-то вы допустили оплошность, то есть это ведь скажется и на вас тоже, на вашей репутации в первую очередь. Да, но мы учимся, собственно, для этого мы это и пишем, и мы всегда рады обратной связи, конструктивной обратной связи, которая вот, например, на нашем сайте у нас есть специальная форма, где ты можешь выделить ошибки в тексте и просто нажать Enter, и это придет нам автоматически на почту, и мы это все исправим. То есть, да, да, это скажется, но это скажется не в той мере, в которой может сказаться на крупном издании или крупном информационном агентстве. Спасибо. Артем? Да, я хотел бы сказать, что все-таки профессионализм в СМИ — это очень субъективное понятие, границы размыты, и это все зависит от понимания конкретного человека, что является профессионализмом. Вот мы вчера обсуждали Live News, да, газета, там уже интернет-издание, которое, по мнению многих, зачастую желтит, да, но в то же время можно ли сказать, что они в какой-то степени выполняют свою работу непрофессионально? Они следуют политике своей редакции, выполняют свою работу оперативно, их читают. Следовательно, тут все зависит от конкретного понимания конкретного человека. Поэтому я говорю, что, например, студенческие СМИ должны или могут называть себя профессионалами стремиться к профессионализму и считать, что желать того, чтобы ты создавал профессиональный контент — это необходимый пункт для того, чтобы ты продолжал развиваться. Иначе как бы сидим, клепаем одинаковые текстики, вроде как бы ни развития, ничего, но нам вроде весело, да. Я думаю, это как раз-таки не тот формат, который будет хоть кому-то интересен. Спасибо. Роман Петрович. Как раз хотел бы сказать, действительно, что, на мой взгляд, именно у сотрудника, корреспондента или редактора студенческого СМИ или студенческого медиа, как угодно его можно назвать, меньше всего он должен думать о том, профессионален ли он сегодня и будет ли он профессионален завтра. Потому что у него на это, по сути, не должно быть времени. У него должна быть голова забита тем, что он сегодня сделает, как он это сегодня сделает и что он именно это сегодня сделает. Да, у нас на кафедре журналистики, у коллег с других кафедр, Высшая школа журналистик и медиа-коммуникации, есть свои тоже интернет, онлайн, студенческие проекты, в которых студенты могут пройти практику, они могут попрактиковаться, посмотреть, поработать, принять на себя, попробовать себя в разных жанрах, в том числе и аналитических, например, старших курсов. Но весь вопрос, вот в чем, на мой взгляд, он еще заключается в том, как себя человек осознает и идентифицирует. Если он себя осознает, например, человеком, который учится, которому здесь простят все ошибки, которому никогда не простят больших СМИ, мне кажется, он будет выполнять задания, если они ему его дадут, недель, две, три, а может и больше. И дело в том, что студенческая СМИ, студенческая медиа и редакционный коллектив, на мой взгляд, как раз-таки должны быть нацелены на то, чтобы человек учился разносторонне, развивался. И вовсе, кстати, не обязательно, что потом он пойдет работать в редакцию. Может быть, это будет профессионал, может быть, это будет экономист, который просто попробовал себя в редакции. Получилось, понравилось ему, не понравилось, но опыт этот у него появился. По крайней мере, опыт работы со словом. И что немаловажно, второе, на мой взгляд, практика работы в студенческом медиа должна учить человека, любого, на любой должности там находящегося, ответственности за сказанное, написанное и за свое поведение. Сдал ты в срок, не сдал ты в срок, написал ты, переврал ты что-то, не переврал. Ты должен на своих ошибках как раз это все и изучать, это все получать и это все осознавать, что немаловажно. Поэтому вот мы говорим об опыте перспективы, и как раз, мне кажется, перспектива именно работы с текстом и осознавания того, что ты написал, и как тебе это слово отзовется, вот именно в студенческие годы, оно должно прививаться прямо здесь даже очень четко. Большое спасибо. Хотелось бы задать такой вопрос. Все-таки сколько здесь гостей присутствует среди студентов, которые обучаются именно на журналистов? То есть это меньше половины аудитории, которая находится. Скажите, пожалуйста, вот на взгляд практикующих журналистов, на взгляд гостей, все-таки важен ли момент обучения именно на профессионального журналиста именно в университете? Либо это может быть, вот как сказал Артем, просто человек, которому нравится писать, и он будет более узконаправлен. Допустим, это студент-экономист, студент-программист, студент-биолог, эколог и так далее, и тому подобное. Потому что все-таки нынешние СМИ, они в принципе за универсальность. Спасибо за вопрос. И я считаю, что не обязательно быть журналистом, если ты хочешь писать. Это 100%. Об этом говорят крупные информационные агентства, когда приглашают людей к себе на стажировки, приглашают к себе людей на практику. Могу сказать реальный пример. В этом году я проходила практику в Итартас, и первое, что там сказали, ребят, вы журналисты? Нет. Ну ничего страшного. Вы специалисты в определенной области, в которой у вас есть очень глубокие знания, в которой вы разбираетесь, и если ты понимаешь ту или иную сферу, ты можешь ее максимально просто и понятно донести до любого человека, нежели если ты будешь просто поверхностно ее изучать в течение, я не знаю, дня, двух, недели. Если же ты специалист в своей сфере, то ты можешь рассказать читателю, это очень интересно, очень необычно и понятно. И поэтому я абсолютно убеждена в том, что необязательно быть журналистом. Но все-таки, если ты учишься на журналиста, тебе не мешает это развиваться где-то еще. Опять же, скажу про пример нашей редакции. В нашей редакции студентов, которые учатся на направлении журналистика, не очень много. Это просто люди, которым интересна медиа, в принципе, как сфера дальнейшего развития. Или им просто очень нравится пилить мемы, делать классные подборки или снимать видео. Будь журналистом не обязательно. Спасибо большое. Александра Башкатова, Северококасский федеральный университет. Я как раз-таки учусь на журналистике. Скажем так, я соглашусь, но 50 на 50, потому что ту практику, которую мы получаем на факультете журналистики, не можешь это получить на экономическом или на филологическом, именно в плане журналистики. Мы пишем тексты, мы изучаем этику журналиста. И я думаю, что те люди, которые идут работать именно в журналистику, потом телевидение, редакции, они, я думаю, заканчивают второе образование, либо магистратуру, либо заочку, чтобы иметь этот опыт и знания, которые потом могут помочь в работе. Я считаю, что все-таки, если ты работаешь с журналистом, хоть что-то, хоть пускай курсы ты пройдешь, но должна быть какая-то основа для этой работы. Да, могу я ее прокомментировать буквально пару слов? Да, это безусловно. Когда вы учитесь на журналистике, я не могу об этом говорить так уверенно, потому что я учусь на востоковедении, но все-таки, когда вы учитесь на журналисты, вам рассказывают, как мне кажется, об основных инструментах работы, о том, как работает редакция, как все это функционирует. Но человеку, который из другой сферы хочет попасть в журналистику, ему придется вот этот вот блок знаний проходить и изучать самостоятельно. Это безусловно. Точно так же, как и журналисту придется изучать какие-то материалы, какие-то вещи, если он будет писать о них в дальнейшем. То есть мне кажется, что это все взаимозаменяемо. Спасибо. Юлия Владимировна, пожалуйста. Юлия Виноградова, директор департамента по молодежной политике. У меня вопрос к залу. Здесь большое количество представителей студенческих СМИ. Здесь действительно мы видим, что развивается студенческая журналистика, но вы не являетесь по специальности своими журналистами. Скажите, пожалуйста, вы это занимаетесь? Это у вас хобби или это же будущее вашей профессии? И вопрос к журналистам, которые здесь присутствуют. Считаете ли вы эти издания конкурентами для себя? Ну вот мы приехали с Северо-Кавказского федерального университета, вот с Аленой Жуковой. Если честно, для нас это просто настолько база, которую можно потом использовать. Мы не говорим, что будем плагиатить, но просто столько идей возникают после того, как мы послушали все доклады во все ваши практики. И мы понимаем то, что вы для нас будете не то, что конкурентами, а примером, на котором можно равняться. То есть как сделать. Вот мы вчера разговаривали с Артемом, он рассказывал множество примеров того, как вы мотивируете людей, чтобы они к вам приходили и работали. Потому что, мне кажется, одной из основных проблем является то, что все меньше и меньше студентов, которые хотят работать только на энтузиазме, только за опыт, только для того, чтобы сделать себе портфолио. Потому что очень часто приходишь на практику, куда-нибудь устраиваться на работу и спрашивают просто, а есть ли опыт? И неважно, что ты работал на студенческие СМИ, они говорят, ну это же студенческая СМИ. Есть ли опыт в профессиональной сфере? То есть для нас это только пример, то, что вы делаете. И просто огромный опыт на самом деле. У нас столько идей сразу появилось после того, как все прослушали. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что ведь сегодняшняя система образования, она все-таки несколько ступеней подразумевает. Баклавариат и магистратуру. Вот магистратура как раз является той самой точкой, где можно, имея некие профессиональные навыки в другой сфере, получать дополнительные компетенции уже в сфере журналистики. Опять же, под словом журналистика мы имеем в виду не только умение написать хорошо буквы и хорошо сделать картинку, но весь комплекс того, что входит в понятие медиакоммуникации. Кстати, Высшая школа экономики и журналистики Казанского университета, это две единственные, которые специализированы на это учат. Там есть целые направления медиакоммуникации. Вот Востоковеднево сказали, мы вот открываем на следующий год магистратуру, как раз по журналистике проблем Ближнего и Среднего Востока. У нас сегодня большой недостаток, дефицит специалистов в этой сфере, а сфера очень горящая, там очень много чего происходит, регионы с ними имеют прямые контакты многие, а журналистов, специалистов, медиакоммуникаторов в широком смысле, с большой буквы, нет. И вот здесь нам как раз, вот ваши компетенции, полученные на бакалавриате как Востоковеда, человека, знающего язык, специфику, особенности, такие магистры были бы очень полезны и нужны, потому что дополучив компетенции, связанные уже с профессиональными медиакоммуникациями, вы могли бы быть бесценным и как Востоковед, и как человек, умеющий трансформировать эти мысли до широких слоев уже, что называется, да, по старому, если называть население. Так что тут нельзя говорить, что вот если он не спец, то тут немножко вот сама система такова, что она подразумевает приток людей других специализаций, других направлений, в журналистику и переток тех, кто медиакоммуникациям обучился, в более узкие сферы. И то и другое вообще происходит сегодня. Спасибо. Большое спасибо. Да, конечно. Я хотела бы со стороны непрофессионала сказать, что в 18 лет понять, чем ты хочешь заниматься всю остальную жизнь, бывает сложно. Бывают ребята, которые приходят на свою специальность, начинают на ней учиться и понимают, что это не совсем то, чем они хотели бы заниматься, но отчисляться они тоже не могут. Кто-то не хочет в армию идти, кто-то еще что-то. Кого-то родители заставляют, да учись. А тут у них есть возможность попробовать себя в СМИ, посмотреть. И если им это нравится, у них еще вся жизнь перейти, чтобы пойти на второе высшее, чтобы пойти на магистратуру, чтобы продолжить свои, скажем, начинания. Уже не говоря о том, что по факту на данный момент все общество у нас занимается не тем, на что они учились. Спросите любого человека и профессионала в своей сфере, в большинстве, там будет 50 на 50 людей, которые не заканчивали специализацию в УЗИ или заканчивали заочно. Поэтому я считаю, что нельзя говорить о том, что студенческий СМИ — это только детский сад. Это, возможно, тот детский сад, из которого потом вырастут большие профессионалы. Большое спасибо. Да, Артем, давайте последнее. Как раз хотел добавить к этому моменту, что по данным консалтингового агентства Deloitte там порядка 70% не делают осознанного выбора. Вот. И поэтому говорить о том, что сразу как бы получается, что все вопросы по поводу «почему так происходит?» снимаются. Потому что на начальном этапе люди, не определившись, идут вслепую, ориентируясь на какие-то вещи, престижность и прочее, только потом начинают понимать. В то же время, завершая, наверное, этот вопрос, вот как мы говорили о том, профессионалы сейчас или дилетанты, я бы все-таки не хотел, чтобы ребята, у которых нет журналистского образования, как-то применялись. На самом деле, по мнению многих изданий, например, тот же Илья Красильщик из издательства «Медуза», издателя «Бот», он говорил о том, что журналистами становятся скорее вопреки журфаку, а не благодаря. У них там своя кант, так скажем, политика на этот счет. Так что, если вы выберете редакцию, которой понравится ваш слог, если вы понимаете, на какие тематики вы хотите писать, опять-таки, почему-то все говорят о том, что нужны какие-то там разношерстые, мультикомпетентные специалисты, которые могут одновременно в различных сферах себя показывать, я почему-то, видимо, читаю совершенно другие издания. Я читаю «Медузу», где там часть политологи, часть технари и пара журналистов. Я читаю, опять-таки, «Медиазона» есть СМИ, в которой большинство редакций — юристы. Таких специализированных СМИ, на самом деле, открывается тоже большое количество, и у них есть своя аудитория, потому что они в этом плане каком-то уникальной. Если люди, например, делают стандартное, например, региональное какое-нибудь издание, чисто рассказывая о городе, когда-то, беря в пример «The Village», то они сами по себе очень похожи, и такие форматы постепенно надоедают. А сейчас все-таки есть такой тренд, что люди начинают читать специализированные СМИ под тем тематиками, которые их интересуют. Большое спасибо. Мы переходим к следующему вопросу. Перспективы членов студенческих редакций. Куда самое главное, когда уходить? Ведь очень часто люди задерживаются именно в студенческих СМИ, но смотря, насколько это СМИ, грубо говоря, развито. Скажите, пожалуйста, вот у людей, здесь присутствующих, Артем, Наталья, когда, на ваш взгляд, стоит заканчивать свою работу именно в студенческих СМИ, и если у вас есть желание уходить куда-то выше, как уже сегодня сказали, во взрослые СМИ? Да, конечно. Я буду очень коротко отвечать на этот вопрос. Мне кажется, уходить нужно в двух случаях. Либо если тебе все надоело, у тебя больше нет желания, нет времени, нет мотивации этим заниматься. Либо если тебя пригласили на работу в крупное здание. Все. А можно встречный вопрос к ведущему и к залу? Я вот минут 40 уже сижу, слушаю, и у меня такое ощущение, что все немножко не в фокусе. Давайте попробуем конкретизировать. Вот проблема-то в чем, ребят? Мы что здесь собрались вообще? Что мы обсуждаем? Мы рассматриваем существование студенческих СМИ как данность, они нужны или не нужны. Мы рассматриваем студенческие СМИ как один из инструментов образования, подготовки журналистов. Это немножечко другой акцент. Или нас беспокоит на самом деле вот здесь собравшихся, можно ли пройдя через студенческие СМИ куда-то попасть. То есть дальнейшая карьера. В чем проблема? Можете кто-нибудь сказать? Мы зачем тут вообще? Сейчас у нас три поставленных вопроса. Мне кажется, здесь как раз-таки вы объединили примерно три вопроса, которые мы бы хотели сегодня обсудить. Потому что мы обсуждаем перспективы развития, куда все-таки возможно студенческим СМИ выбраться. То есть мы слушаем опыт наших коллег, которые приехали к нам из других городов. И все-таки мы рассуждаем о том, стоит ли существовать студенческих СМИ, когда и когда. Ну то есть все сразу, я понял. Ну вот сейчас был задан вопрос, как долго можно работать в студенческих СМИ? Ну ребят, это примерно то же самое. Как долго можно ходить в памперсах, да? Ну вырос и все. Ты закончил, ты уже не студент. Студенческие СМИ по определению это студенты. В чем вопрос? Хорошо. А если говорить о, допустим, студенческой площадке, которая существует при Казанском федеральном университете. То есть это Универ ТВ, она существует. То есть в принципе она себя позиционирует как студенческая СМИ. В принципе, которая уже работает на городских площадках и так далее и тому подобное. Здесь работают не только студенты, здесь работают, но и люди, так сказать, пришедшие из каких-то других редакций уже работающих. Ну то есть на деньги, профессионалы уже. Ну да, если можно выразиться в таком ключе. То есть здесь уже люди работают не только за энтузиазм, как говорилось ранее, но и за деньги, как сказали об этом вы. Да, Роман Петрович. Я как раз и хотел вопрос задать. А что такое студенческая СМИ-то вообще? Мы сейчас сидим, говорим. То есть это то СМИ, которое создается только студентами для студентов? Это СМИ, которые по определению пишут только на студенческие темы? Или это СМИ, которые, вот, например, действительно, вот я, например, студент, допустим, да? Но я уже пишу профессионально, кстати говоря, работаю, возможно, на другие издания внештатно. Кстати говоря, тут стоит вопрос, когда и куда уходить? А что я не могу быть, например, студентом, второкурсником, третьекурсником, четверокурсником? И в то же время внештатно писать куда-то, что ли, там, бизнес онлайн тот же, например, да? И так далее. Масса примеров. И что значит, почему я должен уходить или приходить? А что меня, собственно, держат-то здесь сегодня? Поэтому я вот сижу и думаю, студенческая СМИ, студенческая редакция. Ну и что? А что запрещает студенческим СМИ писать о взрослых темах, например? Вот здесь такой момент. Ну и говоря, когда и куда уходить, ну, Юрий Прокович правильно сказал, да? Как памперсы. Ну, бывает так, что человек повзрослел уже на первом курсе и выдает интересные темы. А бывает так, что даже студент ЖУФА, к сожалению, на четвертом курсе не может и заметку написать. Ну, бывает так. Поэтому, что, например, одному, ну, допустим, студенту, я не знаю, журналисту, экономисту, филологу, да кому угодно, да программисту, на первом курсе вместе с вручением студенческого билета вручать символическую путевку во взрослые СМИ, а четверокурсику, допустим, который еле-еле дотянул диплом до диплома, там на трояк его защитил, вместе с этим выдавать путевку, я не знаю, в студенческие СМИ, на эти операторы проходить заметки, пиши. Но я вот здесь, честно говоря, вот этой грани не вижу. Ну и когда и куда уходить, в профессию, конечно, уходить. В ту профессию, которую ты получил, это, во-первых, не всегда есть журналист, бывает хороший журналист, равно как и правильно, вы, Артем, тоже говорите, да, что и из других профессий, да и в казанской журналистике много таких, что мы только о Москве говорим, много бывает, и с другими дипломами люди прекрасными журналистами. Дело ведь не в этом, а дело в том, умеешь ты работать со словом или не умеешь, создаешь ты образ или не создаешь, умеешь ты фотографировать или не умеешь. И дело в том, что, на мой взгляд, еще вот это вот понятие конвергентный журналист, сейчас любит кидаться там, мультимедийный журналист, да, да, мне кажется, даже делать это не в этом, мультимедийный ты не мультимедийный, студенческий ты журналист, не студенческий ты журналист, либо ты журналист, либо ты не журналист, а уж ты в студенческом СМИ работаешь, в детсадовском СМИ, в школьном или во взрослом, подход-то один к работе, на мой взгляд. И если у тебя подход, и если у тебя есть заточенность на проблему, на выявление этой проблемы, на работу с экспертом, какая разница, какая у тебя редакция? Ты как профессионал свое дело делаешь, и если ты как профессионал дело хорошо делаешь, то у тебя всегда будет аудитория. Спасибо. Так, на всякий случай. Хотя, в принципе, никому не вредит. Немножко снимать, немножко монтировать, немножко писать, немножко говорить, работать говорящей головой, никому не повредит. Но мы с вами должны понимать, что все равно что-то одно будет доминировать. Вот невозможно одновременно точать, печь пироги, летать в космос и все делать абсолютно. Эпоха таких энциклопедистов типа Леонардо, к сожалению, она прошла. Это одно. И второе, вот, если коротко, может быть, я опять влезу там во все три вопроса сразу. Ну, журналистами становится, это как трава сквозь асфальт. Вас на самом деле мало где ждут. Если вас где-то ждут, вот в редакциях, то ждут для того, чтобы быстренько поэксплуатировать. Если вы хотите куда-то пробиться, но вы должны прежде всего над собой хорошо, извините за пошлость, да, вот над собой каждодневно просто работать. Вы должны больше читать, чем писать. Вы должны больше смотреть, чем снимать. Понимаете, о чем я говорю? И не обязательно специализированные издания, может быть, даже нежелательно специализированные издания. Стихов побольше читайте, большой литературы побольше читайте. Вы почувствуете слово, вы почувствуете, как выражается мысль, как она выражается через метафору, через образ. Я говорю, в общем-то, очевидные вещи, но, к сожалению, их довольно часто приходится повторять, потому что о них забывают. Студенческое и не студенческое. Газета «Казанский университет». Когда я учился в этом университете, она называлась «Ленинс». Меня здесь представили как советника ректора, имейте в виду, что вообще-то я всю жизнь работал в журналистике и продолжаю быть журналистом. Так вот, на втором курсе я получал 40 рублей здесь, в газете, которая называлась тогда «Ленинс». Я учился на журфаке Казанского государственного университета, тогда он так назывался, и делал сценарии для местного телевидения, не публиковался в «Комсомолке». Я вам должен сказать, что я зарабатывал примерно в полтора раза больше, чем мои преподаватели. Просто за счет гонораров. И те вот в нашей группе, и в любимой моей соседней группе, там на курс старший, кто каждый день или хотя бы два-три раза в неделю проводили по паре часов в реальных СМИ, в реальных редакциях, они все стали профессионалами. Не надо обольщаться, не надо думать, что если вы на студенческой площадке, студенческом СМИ что-то будете делать, и вот это автоматом вас приведет к профессионализму. Всегда надо соприкасаться с большими редакциями. Это сто процентов, потому что это другая обстановка, это другие требования, это другая, ну как вам сказать, ментальность даже другая. Да, СМИ, вот, ну, в конце концов, опять же, что такое студенческие СМИ? Что мы имеем в виду? Офлайновые издания, выходящие с определенной периодичностью, онлайн-ресурсы, паблики, сюжеты или паблики в инстаграмах, в ютубе. Это же тоже средство массовой коммуникации, они официально к этому не относятся, они не регистрируются, как СМИ и так далее, как было замечено. Но с точки зрения возможностей для самовыражения, для выражения своей позиции, для демонстрации своих, извините меня, навыков, да, мастерства, написания чего-то, это равноценные площадки. Иные зарегистрированные СМИ имеют аудиторию на порядке меньше, чем какой-нибудь паблик. Правда ведь? То есть, вот об этом тоже надо смотреть. А что думать, что такое студенческие СМИ сегодня и какие они будут завтра? Еще один момент. Студенческие СМИ в сегодняшнем состоянии, если вы следите за тенденциями развития медиаотрасли вообще в глобальном плане, может быть вы уже обратили внимание, что все отчетливее проклевывается тенденция замены традиционных СМИ, в том числе и онлайновых СМИ, на своего рода СМИ корпораций. И такие примеры уже есть. Глобальные корпорации типа там Nikon, Mitsubishi фактически создают собственные СМИ. Можно сказать, что это специализированные СМИ. Но, тем не менее, там достаточно много крючков, которые подтаскивают аудиторию извне. Это их задача вовлечь не специалистов в области автомобильной промышленности, а как раз другую публику. То есть, СМИ и здесь принципиально трансформируются. Если студенческие СМИ не будут осваивать эти площадки, они для вас вообще ничем не будут. Или для тех, кто придет через 2-3 года на ваше место, вот в эти вот, сядет к мониторам. Это тоже нужно отслеживать. Эти тенденции, их нужно понимать. Как это все будет? Извините за спичь. Спасибо. Тут прозвучала мысль о том, что профессионалом является тот, кто зарабатывает на том, что он делает. Ну, серьезно, ребят. Журналисты, как раз Кежуфака, уже со 2-го курса практикуются в различных изданиях, им там за это платят. Но сказать, что во всех у нас в редакциях в различных... Практикуются, я в смысле говорю, там не учебная практика, не прочее. Я сейчас говорю конкретно о том, что ребята чуть ли не со 2-го курса уже идут работать в различные издания. У меня есть знакомые, у меня есть там ряд человек, которых я лично знаю, которые как раз таки занимаются, активно работают в различных редакциях, уже в курсе со 2-го. Как говорит, что уже со 2-го курса они профессионалы, а остальные ребята, которые, может, занимаются этим не на факультете журналистики, нет. На мой взгляд, как-то очень непоследовательно, что ли. Профессионалы они хотя бы только в том, что на 2-м курсе они уже зарабатывают. Вот. Может быть, только исходя из этого. На том плане, что, опять-таки, говорить о том, что, в принципе, в СМИ сплошные редакции профессионалов, это тоже слишком громко. Все-таки я склонен полагать, что там тоже немало дилетантов, которым также платят, которые выпускают, делают стандартную работу. Вот. И если продолжать, куда уходить дальше, то или почему там, например, стоит оставаться в студенческом СМИ, ребята, которые сейчас работают в других редакциях, и продолжают, например, написать, почему они напишут? Потому что у нас другой формат. У каждого издания свой формат, своя контентная политика, и те материалы, которые они не могли бы, например, публиковать в том издании, в котором они работают, они могут публиковать у нас. Это зависит от интереса. В том плане, что у нас ребята публикуют различные спецпроекты на платформах для стори-теллинга и прочее, также пополняя свое портфолио, только уже немного другого профиля материалами. Вот. И даже если уходить дальше, кто знает такой журнал, как «Бумага» из Санкт-Петербурга? Вот. Это издание, которое на самом деле было студенческим. Это ребята, конечно, они там из ЖУФАКа, создали свое студенческое сначала СМИ, потом просто его выделили уже при помощи там партнеров на городской уровень и как бы утвердились на нем, уже став, так скажем, профессиональным, уже укрепившимся средством массовой информации, которое там делает даже питерский завилодж по количеству просмотров и охвату аудитории. Так что тут на самом деле выбор огромен. Да, конечно. Здравствуйте. У нас, по-моему, сейчас только что круг замкнулся, да, и мы вернулись опять к главному вопросу нашего шоу, нашего обсуждения. Все-таки студенческие СМИ — это профи или дилетанты? И вот как раз, ну, в силу всех уже высказанных, то есть в какой момент студенческая СМИ может сказать о себе, что вот, привет, мы выросли, мы большие теперь, мы теперь профи, и нам уже никуда не надо уходить, вот как раз к тому, что ты сейчас высказывала там о той же газете «Бумага», да? В какой момент студенческая СМИ становится взрослым? И можно ли вообще сказать о студенческом СМИ, что оно когда-то вырастет? Или оно так и будет всегда вариться в своем бульончике, писать про студенческие темы, писать в какой-то своей тематике? Оно вырастет вообще когда-нибудь? — Можно я отвечу, да? На мой взгляд, не вырастет никогда, пока мы будем задавать такие вопросы. Почему? Потому что вообще журналист — это в принципе профессиональный дилетант. Но в отличие от других, он знает, кому пойти, какому эксперту, и кому задать правильные вопросы. Ну, чтобы не посадили в том числе. Просто. Вот. Мне кажется, да, на самом деле, я сейчас повторю уже, что нет понятия, вырастим, не вырастим. В голове все должно быть. Если профессионально подходим к каждой заметке, если профессионально заметку сделали, будь то хоть вот пять строчек, значит, мы уже выросли на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту. Сделали пять материалов качественных сегодня, мы уже выросли. А завтра мы ничего не сделали, мы проленились, значит, мы не выросли. То есть вот каждый день мы вот так вот. Либо мы профессионалы, либо мы дилетанты. Поэтому говорить о том, вот сейчас пройдет три месяца, и мы там что-нибудь освоим, бах, и у нас что-нибудь произойдет, и мы выросли. Да не будет такого. Мы вырастем только тогда, когда мы будем делать хороший, качественный контент, за который стыдно не будет. Поэтому, ну вот как-то так, на мой взгляд. Спасибо. Можно я, да? Отвечу просто. Я с вами полностью согласна, поэтому я задавала этот вопрос. Потому что, на мой взгляд, сегодня многие ребята, ну, не в обиду никому будет сказано, они как-то вот, ой, это мое хобби, я вот тут подписываю статейки в этот журнальчик. Но это разве профессионально? И можете ли вы тогда говорить, что вы сотрудники СМИ, например, или представляете студенческие СМИ? Как бы вам самим тогда не стыдно за свою работу? Вот уже было сказано о том, что надо расширять кругозор, и надо каждый день читать больше, чем писать. И я с этим абсолютно согласна. Потому что иногда открываешь какой-то журнал, который ребята пишут. И, ну, извините, но стыдно читать такое. И как бы, вот я тоже призываю всех... Вы не из Казанского университета? Казанский университет, здравствуйте, да. Хорошо. Поэтому просто вот полностью согласна с вышеперечисленным. Пожалуйста, развивайтесь, ребята, и растите, и ширьте свой кругозор. Северокавказский университет перехватывает инициативу. Можно, пожалуйста? Просто очень такая, мне кажется, важная тема. Возможно, каждый день, если мы будем писать новую заметку, развиваться, это будет больше личностный рост. Мы развиваем себя, и потом, когда мы придем во взрослую редакцию, нам скажут, вы молодец, попрактикуйтесь, возможно, потом для вас будет место в нашей редакции. Но есть люди, которые, так скажем, вечные студенты. Есть крылатая фраза «магистратура, аспирантура и другие способы уйти от взрослой жизни». Вечные студенты, которые постоянно в университете, они перепоступают еще, еще, еще и все время в университете. Как бы нужно растить новое поколение, давать дорогу молодым, а самим уходить на более высокий уровень взрослой прессы и СМИ. Ну, это лично мое мнение, не знаю, может быть, кто-то не согласен будет. Можно я гиблику, да, вот личностный рост, да, ежедневный личностный рост, а что вам еще нужно? То есть некий личностный рост, он профессионально подразумевает. Я хочу дать совет. Если вы хотите работать на телевидении, идите на телевидение. Если вы хотите работать на радио, идите на радио и в солидные газеты. Если у вас есть сомнения по поводу каких-то студенческих СМИ и так далее. Это просто некий этап, некая платформа, где ты можешь чему-то обучиться. И дальше, чтобы быть журналистом, нужно обязательно работать в большой редакции, так называемой. Потому что действительно это другие люди, это другое отношение. Я не знаю, сколько людей из 90 вот этих перечисленных студентов, сотрудников вашего СМИ, выживет в реальной редакции. Выживет морально, профессионально. И вопрос денег тоже. Я не знаю, какой процент выживает с журфака. Я думаю, он будет не ниже. Я не поняла. Я говорю, какой процент в этой сфере выживает с представителей журналистики. Да, я согласна. Я согласна. Просто на мой взгляд, вот эта граница студенческие СМИ, опять-таки я говорю, зачастую, когда представляю проект, я говорю, что это молодежный журнал. У нас работают даже не студенты. Эта граница сама по себе надуманная. Тут о росте можно говорить только как о количественных и качественных показателях. Это количество, это прирост аудитории, это охват, это развитие различных мультимедийных форматов, которые можно продемонстрировать цифрами. А качественные показатели, ну это, например, даже если победа, например, в конкурсах, в различных профессиональных конкурсах, я не говорю о студенческих, такие тоже у нас в активе, например, есть. У нас есть такая премия «Золотой стилус». Это премия о технологиях. Там участвуют, в прошлом году участвовали корреспонденты из «Известий», «Коммерсанты», из различных федеральных агентств. Так у нас два человека вошло в шорт-лист, и одна из них взяла премию, там у них деление было «Регион», «Москва» и прочее. Вот, она взяла премию в номинации «Регион» первое место. Ну в том плане, что, опять-таки, границы размыты, тут серьезные, несерьезные. А сейчас где эта девушка со стилусом? Она сейчас работает. Где? В хай-теке как раз-таки, о том СМИ, о котором я говорил. Деньги платите? Там платят больше, в два раза больше, чем в среднем по редакциям «Казани». Как бы там хорошие довольно-таки… Молодец. Мы немножко еще с вами смещаем акценты. Мы не спорим о том, хорош ли журналист, окончивший журфак, или хорош ли журналист, который учился на другом факультете. Сейчас ведь не об этом речь. Здесь прозвучала мысль, по-моему, очень опасная. Про то, что журналист, который работает в студенческом СМИ, у него есть такая скидка, он имеет право ошибиться. Журналист студенческого СМИ или не студенческого СМИ, он не имеет права ошибаться. И вот с этим, что «Ой, я же могу ошибиться, ничего страшного, вы во взрослую редакцию не придете». И понимаете, студенческие СМИ, которые сильные, которые не дают себе скидок, они в итоге вырастают в очень большие здания. Вы с вами привели пример. Бумага. У нас есть замечательный пример программы «Город», которая выросла во втором здании «Высотки». Они выросли из студенческих СМИ. А если в студенческой СМИ существует уже второе десятилетие, и ничего интересного оно не привнесло, а вы уверены, что оно вообще нужно? Спасибо. Спасибо. Можно завершать репутацию? Второе десятилетие, у вас там не выпадло. Можно, пожалуйста, я отвечу, потому что это, я так понимаю, второе десятилетие — это выпад в сторону моей редакции. Потому что, как бы, да, нет. Мы, на самом деле, реализуем этот концепт, если действительно брать не «Де Юрек», что когда-то организовалось, а де-факто с 2013 года, а вот когда мы начали действительно уже приобретать какие-то профессиональные навыки, но это года, наверное, с 2015-го, когда действительно мы решили, что можем выходить адекватно там на город, да. Поэтому в этом формате. Я, опять-таки, не открою дискуссию, там, журналист, либо ребята там с других направлений, потому что это, на самом деле, извечный вопрос, вечно спорят и все равно работают вместе. Как бы, это, я думаю, все понимают. Большое спасибо, Артем. Наталья, пожалуйста, завершающую реплику. По поводу скидок. Наверное, возможно, меня не очень правильно поняли, скидки не ты делаешь сам себе, когда ты пишешь, а когда ты выпускаешь материал. А люди, которые тебя читают, они к тебе относятся несколько иначе. Как бы мы этого не хотели, насколько бы мы не хотели быть объективными. Но он же понимает, что ему делать скидку. Вот в этом опасность. В смысле, в смысле, нет, нет. Ну, то есть, вот, вот, нет, абсолютно. Ну, вот смотрите, вот вы написали материал, вам кажется, что он безумно крутой, что вот он максимально правильно написан, вы его выпускаете, и у вас в комментариях, вам люди начинают писать, вот, вы не правы, вы не правы, это не то, и вообще нужно исправиться. Вы берете и исправляетесь. Потому что вы понимаете, я учусь. Я учусь. И, в принципе, да, возможно, часть его критики, она была конструктивна, часть его критики я могу, наверное, на себя принять. А люди, которые работают в изданиях, все-таки это наносит несколько больше урон на репутацию этого издания. Я прошу дать вот слово человеку, он давно очень сидит. Мне очень жалко, что его не спрашивают. Да, он давно руку поднимает. У нас еще есть вопрос для храждения. Очень мило. Спасибо, Наташа. Валякин Константин, Высшая школа экономики. И завышка одновременно. Она своего протащила. А как иначе? Так вот, что я хочу сказать. Я, во-первых, хотел ответить Артему по поводу профессионализма и деньгах. Ты говорил, что деньги не являются предметом, ну, не символизируют то, что человек профессионал. Правильно? Ты говорил, что в редакциях уже со второго курса работают студенты, и мы не можем считать их профессионалами. Правильно, ты прав. Но мы не говорим, что деньги равно профессионализм. Мы говорим, что человек, который получает деньги, он уже на пути, как минимум, к профессионализму. Нельзя быть профессионалом, если ты не получаешь за это деньги. Это сложно, и ты никогда не будешь двигаться в этом направлении. Послушай меня, пожалуйста, до конца. Да. Давай без ухмылок. Так вот, суть здесь в чем? Если человек хочет жить на эту профессию, если человек хочет зарабатывать этим деньги и вообще как-то существовать, он должен профессионально развиваться. Соответственно, человек, у которого есть денежный стимул, он будет в этом направлении работать. Человек, у которого нет денежного вознаграждения, будет искать себе источник дохода в другом месте. Давайте я договорю. У меня был второй тезис. Я лично вижу студенческие СМИ как некий аналог игры. Мы как в детстве строим что-то из кубиков, пытаясь подражать строителям, так мы и в университетах создаем редакции, издания, похожие чем-то отражающие реально существующие вещи. Поэтому студенческие СМИ были, есть и будут тенью того, что существует вообще на рынке медиа. И мы тут поиграем, поиграем, поиграем и уйдем действительно на большой рынок. За нами придут другие и сделают то же самое. Есть редкие исключения, когда студенческое издание вырастает большое. Но это вырастает как раз именно редакция определенных людей. И они становятся действительно профессионалами и создают что-то большое. Они точно так же могли бы пойти и создать отдельные СМИ. Это не думаю, что сильно связано именно со студенчеством. Можно я отвечу на выпадку? Ты немного подменяешь понятие. Я не говорил о том, что профессионализм не равно деньги или равно. Это совершенно разные понятия. В том плане профессионально можно развиваться, даже пока что не получая деньги. И в то же время можно стагнировать, получая деньги. Причем тут вообще деньги, профессионализм, это просто совершенно из-за различных сфер. Немного понятия, зачем их сейчас просто выводить в какую-то бесполезную дискуссию. Ты согласен, что профессионалы получают деньги за свою работу? Да. Ну, соответственно, денежные доходы – это символ того, что человек работает профессионально. А как это относится к молодежным редакциям, когда ребята растут, но в то же время уже могут зарабатывать на не совсем профессиональном контенте? Очень абстрактное понятие. Можно я отвечу еще? Тоже сейчас поговорим. А зачем быть тенью? Если мы тень, а зачем вообще тогда создаваться? Я согласен. Зачем создаваться? Зачем все это? Зачем мучить самих себя? Зачем мучить читателя, если он будет? И там зрителя и так далее. А делать скидки? А лучше заняться чем-нибудь другим, пойти мертворником, получать за эти деньги и быть профессионалом. И мне кажется, тогда не будет возникать дискуссии. Профессионал я два квадратных метра подмел или непрофессионал? Согласен. Спасибо. Я тоже против категорических скидок, потому что, опять-таки, изначально мой тезис был, что если ты стремишься стать профессионалом, то никаких скидок в принципе не будет. Ты будешь считать, что... Скидок может не быть, как ты должен писать правила, ты должен соблюдать пунктуацию, ты должен, я не знаю... Но все равно это игра. Вы воспринимаете это как игру. Но внутренние правила, которые вы формируете в своей редакции, вы их сами формируете, они гибкие. Вот вы позволяете себе, не знаю, писать слово лол в лидах, и вы можете себе это позволить. Вам никто сверху не скажет, а та-та, слово лол и слово кек писать нельзя. А вот вы считаете, что это фишка вашего издания, и вы можете это делать. Это игра абсолютно. И вы смотрите, а это зайдет, а это не зайдет, чтобы потом рано или поздно это в какой-то уже обрамленный вид привести, и возможно что-то из этого родится. А возможно что-то из этого и не родится. Так, играю. Спасибо. А есть вопросы зала? Давайте... Немножко не вопрос, мнение скорее. Я из Сибирско-федерального университета, Красноярск. Просто мне кажется, есть еще один такой маленький нюанс. Он существует везде, во всех сферах деятельности. Я не журналист, я учусь на юриспруденции. У каждого действия есть своя цель. Пусть будут студенческие СМИ, городские СМИ, СМИ разного уровня, разных городов. Есть маленькие города, где будут существовать СМИ, которые будут вариться своей кашей, никогда не поднимутся на новый уровень. Никогда не поменяют тему, всегда будут работать там на одно крупное предприятие, допустим, и пропагандировать. Да, на главу администрации. Да, точно так же существуют и студенческие СМИ. Часть студенческих СМИ будут развиваться, продвигать профессионалов, будут к чему-то стремиться и выходить с уровня студенческих СМИ на молодежные, вот как сидят у нас сейчас представители. Другая часть СМИ так и останется, варится в своей каше, продвигая свою политику и просто будучи базой писателей, которые не поднимутся дальше. Потому что вот такая нюанс, цель, которая будет оставаться у этих СМИ. И нам нужно сейчас ориентироваться, с чего хотим мы получить. Новых профессионалов, хороших СМИ, которые выйдут из студенческих, которые будут показывать уровень университета на всех парах, по всем телевидениям. Или мы так и останемся местной газетой, которую даже свои собственные студенты не будут читать. Все зависит от того, что ставит перед собой как раз-таки СМИ. Большое спасибо. Наше ток-шоу на этом подходит к концу. И итог нашего сегодняшнего замечательного мероприятия таков, что… Можно только буквально секунду перерубить, чтобы что-то доброе надо сказать, да? Знаете, что доброе? То, что споры эти продолжаются 115 лет как минимум. Если не ошибаюсь, журналистское образование в России начиналось в 1902 году, когда задумали недоучившихся юристов немножко подучивать публицистики в частных школах, да? И уже тогда стали спорить, этих лучше доучивать, да? Или изначально готовить неких публицистов, да? Вот так 115 лет и спорим. Поэтому сегодня была просто промежуточная запятая. Это доброе называется, да? Ну что ж, 115 лет мы спорим. Надеюсь, что вскоре этим спорам придет конец. Поэтому студенческие СМИ все-таки должны быть и использоваться как площадка для подготовки к чему-то, скорее всего, более высшему, как сегодня уже выразились, взрослым СМИ. Всем большое спасибо. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ